здравствуйте товарищи я топаю к мамке короче по электричеству в предыдущем видео ролике я об этом говорил что надо глянуть подсказать виталику виталик там хочет коробку сделать вот ну то ли как сделать хочет сделать место под коробку мне уже надо будет короче эту коробку поставить подключить и так далее поэтому сейчас я пойду и у вас собой захвачу у мамы здесь пес поэтому я мою закрывайте в ухо он гавкает ему пофиг на кого только на своих не лает злобный пёс не горчи не горчи говорю а ну фу я сказал паразит его все только обманывать надо типа за камнем наклоняйся чтобы успокоить по-другому он не успокаивает ребятки для вашему вниманию отдельная жилплощадь светланы вот и отдельная жилплощадь виталия вот напополам и вот так вот вот так вот представьте себе разрезаем дом то есть вот это одна часть то вторая часть и мама вот вот это вот третья часть вот вот у мамы есть тоже вот такую вот построить potato меняSLМАМ вот и тот давай ключи прям откроет Ой, иду-иду. Иду-иду-иду. Фу. Это моя маленькая, кто не в курсе. Ой, я в таком виде тебя даже снимаю. Ой, ты всегда в таком виде, слушай. Перемотайся, блин, замотайся, не пойму, что там происходит. Короче, так. У меня гусеница нашлася. Гусеница? Да. Гусеница маленькие. Крутяк, представляете? Вот. А вот Виталика часть. Ой, еще одна собака ядрен батон. Вот, товарищи, видите, уже щиток есть. Сейчас покажу. Вот. Такая вот щитовая. Серьезная. Это, короче, кабель. Ну, а тут, короче, кто не видел, кто не в курсе. Вот, короче, у Виталика прихожая здоровенная. Достроили они с Сашей. Вот, с Александром. Моей сестры, там мужем. Так, вот здесь вот, короче, будет к... Так, ага. Здесь будет ванна с туалетом. Окно высоко, как видите, да? Вот. Вот здесь мы, короче, Виталику крышу перекрывали. Вот. Вот это вот тоже, видите, новенькая, ровненькая, красивенькая. Так. Тут сейчас надо, короче, найти электрику. В принципе, я уже нашел. Вон кабеля, как видите, да? Вон кабеля. И заходят они в кухню. Так. Вот здесь получается у нас точка. Ага. Понятно, понятно. Сюда приходят все кабеля с комнат. Ну, пока есть только с двух комнат, потому что ремонт бульмин сделан в двух комнатах. Дальше пока ничего нет. Так. Сейчас будем думать, смотреть. Ого. 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 Вин треххвазный. Ого. Ну, много тарифный, многохвазный, ну, в общем, что-то такое. Ого. И до этого счетчика должен идти провод. А только где-то тут написано, а ну, ты знаешь, оце может счетчик, чи нет? Так. ВВ. В общем, якийся специальный провод до него должен идти. Ого. 4х16 написано, да. И надо, чтоб цей провод выходил туда до счетчика на метр. Я понял. Запасим, да. Пока этого нет. Нахрена аж удастся, если пускай высыпаться нет. Тут, Паш, может, трохи выше? А, нет. Выше потолок уже будет, да? Да, конечно. Во-первых, будет потолок, там, багет, да и вообще, чтоб уже достать до нее. Ну да, да. Зачем я высыпал? Ну, можно и так, да. Вот. Так что вот там пускай будет, вот там пускай долбают. Вот. Сделаем туда. То есть, тогда кабель проведем. Здесь вот тоже можно его по потолку провести. Вот. По потолку закинуть, туда просверлиться. Просверлиться. Вот. Вот здесь вот. Понял? Просверлить туда, на улицу. И все. А где? Щучек там, чи тут? С какой стороны? Щучек там. Тут, по-моему. Да. Ну, то можно наискосок так. А тут просверлить дырку. Чи нельзя? Да, можно и наискосок сюда. Барабаньте супер. Надо же какие штучки купить, чтоб его прицепить до потолка. Господи. Саморезы и стяжки. Да. Ну и гофу, естественно. Чтоб его с одной гофой спрятать. Ну, а всякие пожарные, как сказать. Ну да. Короче, что у нас тут? Пять метров, да? Получается, пять метров. Знаешь, сказать. Соберем метр вниз. Вот. Метр вниз. Идем опять на улицу. Все, товарищи, короче. Список составлен. Посчитал капеля, посчитал автоматы, которые надо. Гофра, чтобы капель в гофру спрятать и здесь под потолком, и на улице то же самое. Вообще нет. Блин, я там ничего не нажимаю. Экран-то сенсорный, е-мое. Балуюсь. Короче, все. Написали все. Завтра, возможно, буду в городе, где-то заеду и все куплю. Звезда. Балуюсь. Не нравится тут. Какой-то в этой коробке вытворяется. Скажи, мне очень-очень нравится эта коробка. Скажи, что это вы меня в моей комнате снимаете? С чего это вдруг? Кто вам давал такое правое разрешение? Здесь моя. Моя коробка. Вот такая. Кайкует она прямо от этой коробки, мне нравится ей. Ой, она же аж ромит. Покусывает ее. Вкусно? Там это, себе мостишь, да? Вот это ты считаешь, что это лишняя запчасть, да? В твоем жилище. Решила переклеить обои. Смотри. Решила переклеить обои в своей спальне. Спряталась, спряталась. Скажи, ты что ты мне так тычишь постоянно? Ты мне ее тычишь постоянно в лицо. Скажи, закройте шторку. Не морочите голову. Закройте шторку и не морочите голову. Да. Вот блин, пока включила. Ева, выйди. Все пропало. Ты что творишь? Она почему-то решила, что... Что с этим можно на кухню зайти. Просто взяла и зашла. Шарик. Скажи, как-то очень много внимания вашей Бонни, да? Поэтому я зайду теперь... Выйди из под стола. Выйди. Ева. Выйди из под стола. Нельзя под столом. Лягай. Лягай, лягай. Не бойся. Чего ты боишься этого шарика? Господи. Лягай. Чего ты боишься? Эта муцует шарик. Она только что один просто лопнул и она боится. Выйди, Ева. Ты что? Шарика боишься? Но ты уже совсем. Большая такая бабушка и боишься шарика. Но зато тебя ничего не боится. Один лопнул, а второй. Тягая во всем. Ну понятно, что надо следить. И как только лопнет, так сразу же забирать. Верно. А я проснулась. Я спала. Теперь проснулась, коли я сделала кофеёк с сырком. Я кушаю. Новая игрушка. Видишь, какая новая интересная игрушка. Пока не лопнет, можно и играться. Очень даже хорошо. Подпрыгиваешь. Угу. На этой нравится, видишь? Угу. Он слабо на лупи. Угу. От этого не лопает. Долго держится, тем быстрее лопнет. Да. Вот и мы начинаем потихоньку храпеть. Угу. Настя. Она, организм растёт и начинает уже храп издавать. Хоть и считаю только 3 месяца. Угу. Это ж было так тихо сапило, а это уже, смотрю, начинает как Ева. Угу. Храп давать. Да, еще пару месяцев будет как трактор, блин, ё-моё. Всё. О, я тут, я тут. Добрый вечер, товарищ. Я тут, я тут, здравствуйте. Я не знаю, что у нас там, как оно там выходит уже в видео? Знаю, добрый вечер, я не знаю. Каким по счёту? Каким по счёту? Никаким по счёту. Я проснулась, я легла поспать. Знаете, что я сделала? Я ресницы сняла, гляньте, я тебе лысенькая. Иди. Ну, дело в том, что, так, здрасте, вы выходили ещё рано, вы только шёл и обедали. Да. Вот собрались, делегация, вы видите это? Делегация. Видно эту делегацию собачью? Короче, легла и поспала. Сняла, встала ресницы. Вот, и тут пришла, а, склепала видеообзор. И вспомнила, что у меня же есть селёдка. Коля говорит, давай их типа покушаем. Вот под фильмец, под одну ещё серию, как его там называют? Как? Человек, короче, с девушками. Человек-паук, да? Женщины Макарова. О, да. Женщины Макарова. Это ТМТшный сериальчик, очень лёгенький, очень классный, прикольный. Вышло только пока четыре серии. Вот. И вот, слышишь, моя... Ты будешь эту чуку доедать? А, вот эту. Не знаю. Ты её так не хочешь? Не кофе не хочешь. А, ты кофе не хочешь? Не знаю. Может, сейчас, да, может, сейчас. Ты мне лимонку найдёшь? Под фильмец. Лямонку, лямонку. Короче, сейчас заделаю, я же вспомнила, я же делала всё-таки эту скумбрию. Блина, блина, блина. Вот. Я одну же оставила, я так хотела именно покушать её, просто покушать, с луком, с большим количеством лука, как я делаю. Лук промариновать в лимонке, это, наверное, будет мало лимонки. Вот. И, значит, с рыбой. Это очень-очень вкусно, на самом деле, получается. Ну, естественно, потом маслячком залить, и классно получается. Вот. Поэтому мы сейчас вот делаем так. Вот. Делаем так. И садимся, значит, типа ужинать, я не знаю. Вот. Пока весь у нас вот такие вот делишки дома. Что-то делаем немножко по квартире, но в основном, налаживаем свой, наверное, режим. В основном, налаживаем режим собачам. Нашим. Мне написали, типа, что по поводу этого. По поводу того, что мы не показываем занятия с нашей Бонькой. Девчонки, нельзя резко напрягать собачонку. Нельзя. Ты уносил эти все штуки, да? Какие? А, лоточки. Подожди, Бонь. А, да, естественно. Ну, он круглый есть, и круглый не будет. Странно неудобно будет. Я хочу так, чтобы пожмакать. Нельзя резко напрягать собачонку, чтобы она уставала. Ну, по крайней мере, это мое мнение. Тем более, она должна привыкнуть к элементарным фразам. Типа, фу, нельзя. Сейчас мы работаем над тем, чтобы она руки не кусала. Понимаете? Вот такие вот, какие-то вещи. Элементарные. Какаясь кусается она, блин. Зубы острые. Ну, сегодня меня уже не кусало почти. Это катастрофа, я кассию мою. Да. Почти она меня сегодня не кусала. Что? Да ну, что ты делаешь? Ты громко с собой. Товарищи, хотел сегодня выкинуть кастрюлю. Коля, что ты ее позоришь? А Китя мне говорит, не надо, не надо, это хорошая кастрюля. Я мне еще буду банки делать. Я не говорила, что она хорошая. Я говорила, что она еще по кастрюлю не течет. Ё-моё, у нас две коробки новых кастрюль. Вот. Она мне говорит, отнеси в старый дом, пускай лежит. Там в старом доме уже все кастрюль. Они все текут. Черт ногу сломит, ё-моё. У тебя на кастрюлю выкинули. А эту еще можно оставить. Я в ней... Скажите ей хоть что-нибудь, а? В комментариях. Иногда я это варила. Я же знаю, что она действительно уже стрёмная, эта кастрюля. А ты, блин, как он? Кто? Я бедокарю. Ага, ага. Я бедокарю. Ага. Ага. Ну, интересно, тут уже и дно, короче, как бы, вон, видите. Отошло. Но она еще не течет, блин, не так удобно. Если, например, мне нужно простерилизовать одну баночку. Вот. На дно наливаю воды. И поставила банку, и она так быстренько простерились. Хотя ей уже скоро, по-моему, трындец приснится. Смотрите, у нее уже дно тут отвалилось, по-моему. Она была когда-то очень хорошей, с двойным дном. Ну, понятно. А сейчас она уже все. Ну, блин. Что ты говоришь? Я такая вот на выброс какой-то посуды, которая еще не разбилась. Тяжелая, короче. Ну, так надо бы, наверное. Ну, нельзя. Нам же же прислали и артисты же кастрюли прислали. Мне уже просят, вернее, спрашивают, когда же вы покажете обзор этих кастрюлей и все остальное. Ну, обзор мы показывали, когда нам их только прислали, а пробовать я их все не могу. Знаете почему? Потому что я ничего такого пока не готовлю. Блин, взяла, включила эту. Это ж нормально, да? Нет, чтоб включить другую, а я включила эту. Ой, а пробовать некогда и некогда. Такого ничего особо не готовлю. Надо, надо, надо. Тут до конца уже чуть-чуть разгребстись, поразлаживать. Мне не хватает места. Мы вот сделали новую как-то. Ух, нет, мне почему-то места где-то не хватает. Что-то да, что-то как-то не так. Не, оно все красиво, конечно, но... Ну, там вот вообще беспонтово верхняя полка. Кто ее так занял? Бокалы. Так перезанимай. Как хочешь. Тебе бокалы мы используем. Здесь тоже, там кастрюля заняла все место. Вот я не знаю, кто туда вталил. А, нет, сковородка. Надо его оттуда убавить. Одна сковородка заняла куча места, и поэтому много не положишь. В общем, кошмар. Надо все это дело попересматривать, попеределывать. Потому что у нас, так я же говорю, у нас как-то перед Новым годом все туда позапихивалось. Ой, быстро. По-быстрому, да. Да, и все, и как бы все, понимаете. Никак разобраться не могу. Так, что я сделала? Я вот лук, ой, как печет глазки, пожмакала вместе с лимонным соком. Вот. Теперь моя задача взять рыбу. Рыбу. Рыбу, рыбу. Я вам не дала. Вот она моя рыбка. И вот она моя красавица. Вот она моя засоленная. Вот так. Вот сейчас я ее сполосну. Пакет уже достаточно вытяну. Вот так вот. Полоскаем рыбу. И надеюсь, все будет хорошо, да? Ой, ой, ой. Вот так. Вот так вот ее полоскаем. И отлично. Так. Все. Красатишка. Красота. Где моя? Вот я. Вот. Промокну. Вот так вот с салфеточкой. Ну, давай-ка, давай-ка. Давай-ка, давай-ка. Давай-ка, давай-ка. Давай-ка, давай-ка. Вот тут по хребту. Сейчас я ее разрежу вот так вот. По хребту. И нарежу кусочками. Так. Чистить от шкурки я ее не буду. Потому что, ну, почему? А почему я не буду чистить от шкурки? Я не знаю. Потому что так удобно. Она же замороженная. И, по ходу, когда я ее брала, она так хорошо-хорошо замороженная была. В том плане, что не раз размораживалась. Хорошо с видосиком. И замораживалась. Что? Его можно вылаживать? Конечно, его нужно вылаживать было. Просто оно тут висит как бы. Вот. Но я же когда уходила, я не успела... Ну, ты понял, Николай. Ты понял. Оно еще мне это не загрузило. Да, не загрузило. А что я буду рыбу слаживать-то? Где-то мне кто-то дал какой-то лоток, че что мне там надо. Так вот они слаживаются. Тарелочку, да? Да. По тарелочку слаживу, сейчас сядем и слопаем. Мы сейчас сядем и слопаем. Все полностью. Да. Я беру вот так вот. Вот так вот лук сразу под низ. Вот так вот хорошенечко. Разлаживаю по всей тарелочке. Вот. Сейчас наша рыбка лягла прямо мясом сюда, на вот этот лимонный лук. Лимон, он, короче, сразу же сделает кусочки такие более тверденькие, знаете, такие более упругенькие. Потому что они тут, если что, рассыпаются. И так сразу нарезаю кусочками. Вот так. Вот так. Блин, что-то такое показалось. Капец, это моя тень. Ну, ужас. Все. И вот так. Оп. И слажу ее. Так. Вот так. И вот так. Красота. Да. Когда скумбрию брать, надо ее посмотреть. Хотя, как ты замороженную посмотришь. Правда, Вика? Вот. Вот я ее разморозила. Она такая прямо, блин. Видно, что ее переморозили, переморозили несколько раз. Не, она не пропавшая. Ничего, она хорошая. И на вкус хорошая. Мы же делали. Этот. Вот, косточку перерезала. Делали шубку. И она вкусная. Все. Хорошая. Не пропавшая. Ничего. Ну, то, что ее перемораживали несколько раз, естественно, от этого и мясо у нее такое рыхлое. Ну, не расслаивается, будем так говорить. Все. Ой, девчонки, мальчишки. Сейчас пюрешечку. Да, в микроволновочке. Да, селедочку. Ммм. Я селедку называю. Да, вообще это скубрия, конечно. Да. Что такое? Куда эти косточки? Так вот. Красиво и вкусно. Да, вот человеческий организм, да? Любит же всякие такие штуки. Любит же. Я селедку раньше очень сильно любила. Именно селедку. А после того, девочки, как в ней вот это вот посмотрела, во-первых, программу, а потом своими глазами увидела вот эти, которые в ней в пузике находятся, вот эти всякие не красоты. У меня у нас есть видео, кстати, на канале. А по-моему, у нас на канале же... А на каком канале у нас? Крульника. А видео там, где мы показывали, что селедки внутри находятся. Здесь разве, да? Да. В общем, на этом канале где-то мы там показывали. Прямо ну кошмар. Внутри там вот эти вот крутенькие червячки и все остальное. Вот. И они, они как бы, да. Они как бы... Мы программу про это посмотрели. И сказано, что типа если они закру... Ну так, свернулись калачиком, то типа они уже как бы дохленькие. А если типа такой полосочкой лежат или вот так вот, то типа это еще они как бы не дохлые. Но дело в том, что если малосольная селедка и еще как-то там, они говорили, если недостаточно соли, то есть спокойно эти червячки я вижу и вот селедки и облаживаю свои яйца и все остальное. Именно это в селедке. В скумбрии таких проблем нету. Вот. И после этого мне так как-то знаете. Я эту рыбу когда раскрываю, шуба соглашусь. Шуба вкуснее конечно с селедкой такой солененькой. Вот. Ну, часто я в последнее время именно делаю со скумбрией. Вот. Или покупаю селедку, которая вот такая зимняя. В зимней нет. Вот только начинается весна, очень будьте аккуратны. Вот сейчас вот только теплить начнет. Когда покупаете селедку, разрезаете аккуратно пузо. Раскрываете. И очень-очень внимательно смотрите. Они такие небольшие, как маленький пятачок такой. Я не знаю, но как что, как пуговичка маленькая. И очень-очень много. Если уже там вот эти вот червячки есть. Они скрученные такие в спиральку. Если они есть, то такую рыбу нежелательно употреблять. Хотя, я смотрела программу про это. И, значит, сказали, что если в селедке до 5 вот этих 5. Ну, где-то 5 штучек если обнаружите. То это еще как бы норма. Если их больше, значит, рыба заражена полностью. То есть, в ней может и в мясе находиться. Не только в желудке, понятно, да? А и в мясо они могли пробраться. И везде. И как бы отложить свои там яйца и все остальное. Короче, не кухонная тема. Да, я поняла. Но! Это нужно знать. И за этим очень хорошо нужно следить. Потому что потом не понимаешь, откуда у тебя проблемы. И откуда у тебя всякие нехорошести в организме. Вот. Поэтому вот так вот, девчонки. А со скумбрией такого, в принципе, не происходит. Не бывает. Это более такая чистая рыба. И ее быстро можно просолить. И то есть, селедку вы вот так вот за полчаса не просолите. То есть, понятно, да? Это только со скумбрией работает. И еще, опять же таки, есть два вида скумбрии. Значит, вот такая полосатенькая, как у меня сейчас. Видите, полосочки у нее. Вот на спинке полосочки. Она с тоненькой шкурочкой. Мясо более мягкое, нежное. Не знаю, как они там. Это вот, где кто, какая рыба живет. А есть вот такая скумбрия тоже. Вот скумбрия, только у нее не полосочки продольные, а как даже пятнушки. Полосочки с пятнушками такие. У нее она больше для запекания идет. Потому что она вырастает гораздо больше. И она идет больше для запекания в духовке. Вкусно получается все. У нее вкус мяса, в принципе, похож. Но у нее более такая плотная шкурочка. И мясо более жестче такое. И вот ее я один раз попробовала засолить. Во-первых, она за 30 минут не просаливается. А во-вторых, чуть-чуть не тот вкус. Хотя вкус нормальный, все. Ее, если дольше подержать соли, то есть там надо где-то часик, наверное, подержать. То она просолится. И опять же на шкурке надрезы поделать. То есть со стороны шкуры поделать надрезы. Вот. Ну, я предпочитаю вот эту вот полосатую. Мне очень нравится ее. Она быстренькая, я же говорю, за полчаса моментом. И сколько разделывали, сколько чистили, сколько это. Никаких ни разу не было здесь этих проблем у нас со всякими там животными. Да и смотрелась, говорю, программу, что в них, в принципе, такая штука не заводится, не живет. Вот. Так что, вот такие вот дела. Та-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. А! Та-та-там-там-там-там. Девчонки, мальчики. Какая получается прелесть. Сейчас мы еще маслечком ароматным все это залеем. М-м-м. Это, поняли, это масло, которое домашнее. Оно такое, попахивает вкусненько. Так, прям семечкой пахнет. Ах! Ой, зайка! Мне как всегда хотела аккуратно налила на стол. Ну, что такое-то? Что такое-то? Объясните мне, пожалуйста. У меня когда-нибудь аккуратно получается чинить? Оп. Все. Девчонки, мальчишки. Это будет просто шедеврально. Сейчас грею. Опа! Ой, гляньте какая. Гляньте какая же это прелесть. Ох! 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 Сейчас, что я делаю? Я сейчас беру, насыпаю картошечку, ту, что я готовила днем, в тарелочки и в микроволновочку. Будешь, кстати, этот? Или вряд ли будешь, да? Да, можно. Все. Начинается, мозг включаться на еду. На режим еды. И все. И, короче, мысли убежали. Винегрет. Винегрет будешь или не будешь? Винегрет. А будет, конечно. Будешь и винегрет к рыбе? Возможно и будет. Я не знаю. Винегрет. А, возможно. Давай все поставим, а там конкретно. Хорошо. Все, девчонки. Нагреваю картохи. Сколько эти картохи? Ну, как тогда, три ложечки. Хорошо. Три маленькие ложечки. Три маленькие ложечки. Все, стараемся не переедать. Особенно на вечер. Да. Ну, давай так, чуть-чуть лучше селедки больше, да? Ну, давай, да. Все нормально. Все нормально. И в микроволновку это дело отправляем. И садимся кушать. Ну, что, товарищи, садимся кушать. Вот такая вот тарелка картошки с огурцами. Вот такая тарелочка с скумбрией. Вот. Хлебушек черный. И винегрет. Все. Сейчас под фильмец. Не знаю, пока там разговаривает с мамой. И вот. То я вам показал. И сажусь, приступаю кушать. Кто кушает с нами. Приятного аппетита. Ну, а мы сейчас под фильмец. Под какую? Вторую, третью, третью серию. Вот. Будем смотреть и кушать. Ну, что такое было вчера. Красота и порядок. Собака. Какая вот. Гляньте. Невозможно удержать. Собака. Что такое? Что такое вот? Коза рогатаясь. Лежим. Вон что. Кто это такой? Кто это такой? Вон такой вот. Где это? Где это? Что это? Как это? Где это? Держу. 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 Не хочу скажи, лежать. Не хочу скажи, лежать. Не хочу. Не хочу. Держу ее. Потому, что вон Николая делает Еву чистит ушки. И этот же, капает ей ушки. А мне надо держать вот эту вот заразу. Малую. Заразу. Она не хотел лежать. Вот так вот берет и не хочу лежать говорит. Не хочу, говорит, лежать. Не хочу лежать, не хочу сидеть, хочу бегать и гулять, и мешать, папке мешать, да? Вот, сейчас буду уже кормить их и уже надо ложиться с папки. О, 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 о. Теперь и Бонни ушки чистим. Понюхала, да, видишь? Далее понюхать, чтоб чистим. Ой, не хочет она этим заниматься, страшное дело. В первый раз. Да, кстати, сам её первый раз чистила. Первое ухо вообще не давала, сейчас уже легче немножко. Да, вроде как поняла. Всё, что мы плохо не делаем, лежи, нельзя, не, не, ещё терпи, нет, ты ещё стой, ей скучно это занятие. Лежи, 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 скажи, как так очень скучно. Воня, лежи, лежать, лежать, всё. Лежать и слухаться. Нет. Да, это, конечно, покаместь мы её приучим. Нет, будешь лежать, и дядя, так как мы говорим. Фу, нельзя, фу, нельзя, лежи, нельзя, фу. Какая я... Не хочется ей чистить уши. Ай, будешь грязнули, ай, будешь некрасивой. Вообще. Фу, ты же девочка. Что это такое? Должна быть красивой девочкой, с чистыми ушками. А то ты посмотри, будешь такая, с большими некрасивыми ухами. Видела, как у твоей бабушки Евы. Больные ушки какие. Тоже не любит чистить ушки. Всё. 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 Всё, Жук. С чистыми ушками. С чистыми ушками и с чистой совестью на свободу. И еди почистили, и Бонни почистили. Всем почистили, да? Да, да. Побежали, все побежали. Так, пошла, готовите мужик.